Беседа двадцать первая, страница двести тридцать шестая. Словами, которыми всегда во время опасности имел я обычай начинать беседу к вашей любви, теми же словами и сегодня начну слово к вам и скажу с вами. Благословен Бог, сподобивший нас совершить сегодня этот священный праздник с великой радостью и весельем, и возвративший телу главу овцам пастыря, ученикам учителя, воинам вождя, священникам святителя. Благословен Бог, творяй по преизбыточеству, чего мы просим и о чем помышляем. Ефесянам 3.20 Нам казалось достаточно избавиться от тяготевших над нами бедствий, и мы об этом только и молились. А Бог, человеколюбивый и всегда, даянием несравненно превышающий прошения наши, возвратил нам сверх всякого отчаяния и отца. Кто мог ожидать, что в столь немногие дни он и отправится, и побеседует с царем, и прекратит бедствие Антиохии, и опять возвратится к нам? Так скоро, что успеет предварить и священную Пасху, и праздновать ее с нами. Но вот это неожиданно и сбылось, и получили мы отца, и тем большее вкушаем удовольствие, что получили его теперь сверх ожидания. За все это будем благодарить человеколюбивого Бога и удивлять его силе и человеколюбию, премудрости и попечительности о нашем городе. Дьявол покусился совсем разрушить наш город дерзким поступком, то есть низвержением царских статуй. А Бог через это несчастье прославил и город, и святителя, и царя, и всех показал в большем блеске. Город прославился тем, что когда постигла его такая опасность, он, миновав всех облеченных властью, владеющих великим богатством, имеющих великую силу у царя, прибегнул к церкви и к святителю Божию, и с великой верой предался высшей надежде. Так, когда по отшествии общего отца, епископа Флавиана в столице, многие смущали заключенных в темнице и говорили, что царь не смягчается в гневе, но еще более раздражает и замышляет совершенно разрушить город, и много распускали других слухов. Узники от этих слухов нисколько не делались боязливее. Но когда мы говорили, что слухи эти ложны, и суть козни дьявола, хотящая повернуть в уныние умы ваши, не нуждаемся мы в словесном утешении, отвечали они нам. Знаем, кому вначале мы прибегли, и какой надежде предали себя. К священному якорю прикрепили мы свое спасение, верили его не человеку, но Богу всемогущему. Поэтому и полагаем, что конец, наверное, будет хороший. Невозможно, невозможно, чтобы эта надежда была, когда обманута. Скольким венцам, скольким похвалам равнозначущее это для нашего города? Какое привлечет Божие благоволение и в прочих делах? Нет, не всякая душа может во время напора опасностей сохранять бодрость, взирать к Богу и, презрев все человеческое, искать той помощи. Так, вот как прославился город. Но и святитель прославился не меньше, чем город. Он предал душу свою за всех, и хотя были многие препятствия, зима, старость, праздник, а не менее того сестра, бывшая при последнем издыхании, он стал выше всех этих препятствий и не сказал себе, что это. Одна осталась у меня сестра, со мной и влечет она Иго Христова, и жила вместе столько времени, и та теперь при последнем издыхании. А мы, оставив ее, уйдем отсюда и не увидим, как будет она испускать дыхание и последние звуки. Она каждодневно молила нас и закрыть ей глаза и сложить и сомкнуть уста, и позаботиться обо всем прочем, что нужно к погребению. А теперь, как сирая и беспомощная, ничего этого не получит от брата, от которого получить особенно желала. Но разлучаясь с жизнью, не увидит того, кто ей любезнее всех. Сколько же смертей это будет ей тяжелее? Если бы даже она была далеко от меня, не надлежало ли бы мне бежать и сделать и перенесть все, чтобы доставить ей это удовольствие? А теперь, будучи близ нее, оставлю ее и уйду отсюда. Как же перенесет она последующие дни? Ничего такого он не только не сказал, но и не подумал. Напротив, предпочтя страх Божий всякому родству. Он хорошо знал, что как кормчиво выказывает бури и вождя опасности, так и иерея искушения. Все, говорил он, смотрят на нас, и иудеи, и язычники. Не обманем же их надежд на нас, и не пропустим с небрежением такое кораблекрушение, но поручив Богу всю судьбу нашу, отдадим и самую жизнь. Посмотри же, вслед за великодушием Ирии и на Божие человеколюбие. Всем, что презрел он, всем этим насладился, для того, чтобы и получил награду за усердие, и в неожиданном наслаждении вкусил тем больше удовольствия. Решился он для спасения города провести праздник на чужой стороне, и не вдали от своих, а Бог возвратил его нам прежде Пасхи. Так что этот всеобщий праздник провел он с нами, и в этом получил и награду за решимость, и вкусил тем большую радость. Не побоялся он зимнего времени года, и было тепло во все время его путешествия, не обратил внимания на старость, и прошел этот далекий путь так легко, как бодрый юноша. Не подумал о смерти сестры, не поддался слабости, и, возвратившись, нашел ее в живых. Так все, что презрел он, все получил. Так-то святитель прославился перед Богом и перед людьми. А царя это дело украсило блистательные диадемы. И, во-первых, тогда сделалось явным, что он иереям готов даровать такую милость, какой никому другому. Потом, что и весьма скоро даровал эту милость, и перестал гневаться. Но, чтобы яснее узнать великодушие царя и мудрость святителя, а прежде всего и того, и другой, человеколюбие Божие, позвольте мне пересказать вам немногие из бывшего там разговора. А скажу то, что узнал от одного из стоявших в царском дворце. Сам отец, епископ Лавиан, не сказал нам немало, немного, но, подражая великодушию Павла, всегда скрывает свои добродетели. И кто бы где ни спрашивал ее, что сказал он царю, как убедил его и как и знал из него весь гнев, отвечал такими словами, мы нисколько не пособили делу. Сам царь, как смягчил Бог его сердце еще до наших слов, оставил весь гнев и прекратил ярость, и, разговаривая о деле, вспоминал обо всем случившемся без всякого гнева, как будто другой кто-то оскорблен был. Но что он скрыл по смирению, то Бог вывел наружу. Что же это такое? Расскажу вам, только поведу речи несколько сначала. Святитель, отправившись из нашего города, где он оставил всех в таком уныне, перенес гораздо большие скорби, нежели мы, бывшие в самом бедствии. Во-первых, встретившись на половине дороги с послами от царя на следствии по делу, и узнав от них, для чего они посланы, и представляя в уме грозившие города бедствия, возмущение, смятение, бегство, страх, беспокойство, опасности, проливал потоки слез, потому что разрывалось сердце его. Отцы обыкновенно скорбят гораздо более, когда они могут быть вместе со своими злостраждающими детьми. То же случилось и с этим сердобольнейшим отцом. Плакал он не только о грозивших нам бедствиях, но и о том, что он вздали от нас терпящих оны. Впрочем, и это было для нашего спасения. Когда узнал он от посланных о том, для чего они посланы, то пролил горячайшие потоки слез, прибегнул к Богу с усерднейшим молитвой и проводил ночи без сна, умоляя, чтобы помог он так страждущему городу и укротил сердце старева. Когда же достигнул великого града того, Константинополя, и вступил в царские палаты, то остановился вдали от царя, безгласен, проливая слезы, склоняя лицо вниз, закрываясь, как будто сам он сделал все эти дерзости. Так поступил он для того, чтобы сперва положением, видом, слезами подвигнуть царя на милость, а потом начать их оттайствовать за нас. Для виновных остается одно оправдание – молчать и ничего не говорить о сделанном. Хотел святитель одно чувство исторгнуть, а другое – возбудить в царе. Исторгнуть гнев, а возбудить скорбь, чтобы таким образом открыть путь словам защитительным, что и случилось. И как Моисей, зашедший на гору, когда народ согрешил, стоял безгласен, пока не вызвал его болу, сказав, «Оставь меня, и я истреблю народ сей!» Так сделал и святитель. И вот царь увидел плачущим и поникшим долу, сам подошел к нему, и что чувствовал он из-за слез святителя, то выразил словами, обращенными к нему. Это были слова не гневающегося и негодующего, но скорее скорбящего и объятого тяжкой печалью. И что это правда, узнаете, и как услышите самые слова. Не сказал царь, что это значит? Идешь ты ходатайствовать за людей негодных и непотребных, которым бы и жить не следовало, за непокорных, за вас мутителей, достойных всякой казни. Нет, оставив все эти слова, он сложил в свою защиту речь, исполненной скромности и важности. Исчислил свои благодеяния, какие только оказывал нашему городу за все время своего царствования, и при каждом говорил, это ли мне надлежало потерпеть за те благодеяния. За какие несправедливости сделали они мне эту обиду? В чем малом или великом могут они ленить меня, что нанесли оскорбление не только мне, но и умершим? Недовольно было остановить ярость на живых. Нет, они подумали, что не сделают еще достаточной дерзости, если не оскорбят и погребенных. Обидели мы, как они думают, так все-таки надлежало пощадить мертвых, не сделавшись никакой обиды. Их-то уже не могли они винить в этом. Не всегда ли предпочитал я этот город всем, и не считал ли его любезнее родного города? И не всегдашим ли моим желанием было увидеть город этот? И не пред всеми ли делал я такую клятву? 240. Светитель здесь, горького запив и пролив горчайшие слезы, не стал уже долей молчать, так как видел, что царево оправдание служит тем к большему обвинению нас. Поэтому тяжело и горького осенав сказал, признаем мы не можем отрицать государя ту любовь, которую показал ты к нашей родине. И поэтому-то особенно плачем, что демоны позавидовались только любимому городу, и мы оказались неблагодарными перед благодетелем, и прогневались сильно любящего нас. Разрушь, сожги, умертви, или другое что сделай, все еще не накажешь нас по заслугам. Мы сами заранее поставили себя в такое положение, которое хуже тысячи смертей. Что может быть хуже того, что мы оказались прогневавшими без причины, мужчины, благодетеля и столько любящего, что знает это вся вселенная и обвиняет нас в крайней неблагодарности. Если бы варвары напав на город наш, разрушили стены, зажгли да мы, и взяв пленников ушли с ними, несчастья было бы меньше. Почему? Потому что пока ты жив, и показывал бы такое к нам благоволение, оставалось бы надежда, что все такие бедствия прекратятся. Мы опять придем в прежнее положение и получим еще более блестящую свободу. Но теперь, когда отнимется твое благоволение и погаснет любовь, которая защищала нас, лучше всякой стены, к кому, наконец, прибегнем мы? В какое другое место посмотреть можем, раздражив столь любезного владыку и кроткого отца? Поэтому, если антиохийцы совершили, по-видимому, нетерпимые преступления, то они и пострадали более всех, не смеют ни на одного человека взглянуть, не могут свободно смотреть глазами и на солнце, потому что стыд со всех сторон сжимает ресницы и заставляет закрываться. Лишившись таким образом душевной свободы, они теперь несчастнее всех пленников, терпят крайнее бесславие, и, помышляя о великости, зол и о том, до какой дошли они дерзости, не могут и вздохнуть, потому что всех населяющих вселенную людей восставили против себя обвинителями, более строгими, нежели сам оскорбленный. Но если захочешь, государь, если врачиство для этой раны и средства против стольких зол есть, нередко и между частыми людьми бывало, что тяжкие, нестерпимые оскорбления служили поводом к великому благорасположению. Так случилось и с нашей природой. Когда Бог создал человека, ввел в рай и удостоил великой чести, дьявол, не терпя такого счастья, позавидовал ему и не зрел его с данной ему высоты. Но Бог не только не оставил его, но еще вместо рая отверз нам небо, этим самым и являя свое человеколюбие и еще более наказывая дьявола. Сделай это и ты. Демоны подвигли теперь все, чтобы лишить твоего благоволения город. Более всех любезны тебе. Знай это, накажи нас, как хочешь, только не лишай прежней любви. Но сказать ли нечто и удивительное? Если хочешь наказать устроивших это демонов, покажи к нам еще большее благоволение и впиши опять город наш в число первых, любимых тобой городов. Если разрушишь его, распашешь и уничтожишь, так сделаешь лишь то, чего они издавна хотели. Но если оставишь гнев и снова объявишь, что любишь его, как любил прежде, то нанесешь им смертельную рану и к крайнему подвергнешь наказанию, показав, что не только не было им успеха в замысле, но еще случилось совершенно противное тому, чего они хотели. Да и справедливо поступишь, если это сделаешь и помилуешь город, которому демоны позавидовали из-за любви твоей. Если бы ты не так сильно любил его, то и они так не позавидовали бы ему. Поэтому, как ни странно, но справедливо говорю, что это потерпел город из-за тебя и из-за твоей любви. Скольких пожаров, какого разрушения, ни горе сниди слова, которое сказал ты в свое оправдание. Говоришь, что теперь ты оскорблен и потерпел то, чего никогда не один из прежних царей. Но если хочешь, человеколюбивейший, мудрейший и благочестивейший, это оскорбление украсит тебя венцом, который будет лучше и блистательнее, нежели это диадема. Диадема – это, конечно, есть доказательство и твоей доблести, но служит также свидетельством щедрости давшего ее. Венец же, сплетаемый к тебе этим человеколюбием, будет делом собственно твоим и твоего любомудрия. И все будут не столько дивиться тебе из-за этих драгоценных камней, сколько хвалить тебя за победу над гневом. Не извергнули твои статуи, но тебе можно воздвигнуть еще более блистательные. Если простишь вину оскорбившим и не подвергнешь их никакому наказанию, они воздвигнут тебе не медный, не золотой и не каменный столб на площади, но такой, который дороже всякого вещества, украшенный человеколюбием и милосердием. Так каждый из них поставит тебя в сердце своем, и у тебя будет столько статуй, сколько есть и будет людей во Вселенной. Не только мы, но и наши потомки и потомки их. Все услышат об этом и подеятся, и полюбят тебя, как будто сами они получили благодеяние. И что не излезьте, говорю это, но так будет непременно, в доказательство этого расскажу тебе одну древнюю повесть, чтобы узнал ты, что царей прославляет не столько войска, оружие, деньги и многочисленность подданных, сколько любомудрия и кротость души. О блаженном Константине рассказывать, что когда однажды его изображение и сбито было камнями, и многие возбуждали его предать виновных суду и казни, говоря, что бросавшие камни изранили все лицо его. Он, ощупав рукой и лицо, и кротко улыбнувшись, сказал, не вижу на лице никакой раны. Напротив, целая голова, целое и все лицо. И люди эти со стыдом и срамом оставили такой недобрый совет. Слова тебе доселе воспевается всеми, и столь продолжительное время не ослабило и не истребило памяти об этом любомудрие. Скольких же победных памятников будет это блистательнее? Много возник он великих городов, много победил и варваров, и ничего этого не помним. А слова эти до сего дня воспеваются, их услышат все, и наши потомки, и потомки их. И не это только дивно, что услышат, но и то, что пересказывающие эти слова будут говорить, а слышащие принимать их с похвалами и одобрением. И не будет никого, кто бы, услышав их, мог смолчать, но тотчас же воскликнет и похвалит сказавшего, и пожелает ему множество благ и по смерти. Если же он за эти слова заслужил такую славу у людей, то сколько венцов получит от человека любимого Бога? И что говорить о Константине и представлять чужие примеры, когда можно убеждать тебя и твоими собственными подвигами? Вспомни недавнее время, когда по наступлению этого праздника разослал ты по всей вселенной повеление освободить заключенных в темнице и простить им вины. И как будто бы этого было недостаточно, если доказательство твоего человеколюбия. Написал, «О, если бы возможно мне было и умерших воззвать, и воскресить, и возвратить к жизни!» Вспомни эти слова теперь. «Вот время воззвать, и воскресить, и возвратить к жизни умерших!» И эти антиохийцы уже умерли. Еще до произнесения приговора город стал уже при самых вратах адовых. «Воздвигни же его оттуда!» «Это ты можешь сделать без денег, без издержек, без трапы времени, без всякого труда!» «Довольно тебе сказать только!» «И поднимешь лежащий во мраке город!» «Да, и теперь ему называется уже по твоему человеколюбию!» «Он будет благодарен не столько первому своему основателю, сколько твоему приговору!» «И весьма справедливо!» «Тот дал ему начало и отошел!» «А ты воздвигнешь его тогда, как он, сделавшись обширным и великим, пал после этого долгого благоденствия!» «Не столько было бы удивительно, когда бы овладели им враги и напали варвары, а ты освободил его от опасности!» «Сколько будет удивительно, если пощадишь теперь!» «То делали часто и многие цари!» «А это сделаешь ты один!» «И первый сверх всякого ожидания!» «Защищать подданных!» «В этом нет ничего удивительного и необычайного!» «Это дело обыкновенное!» «Но потерпев столько и столь великих оскорблений, прекратить гнев!» «Это выше всей природы человеческой!» «Подумай, что теперь должно тебе позаботиться не только об этом городе, но и о твоей славе, даже о всем христианстве!» «Теперь и иудеи, и язычники, и вся вселенная и варвары, ведь и они слышали об этом, обратили взор на тебя и ждут! Какой произнесешь приговор по этому делу?» «Если произнесешь приговор человека любивый и кроткий, все похвалят такое решение, прославят Бога и скажут друг другу, вот каково могущество христианства!» «Человека, которому нет равного на земле, который властен все погубить и разрушить, оно удержало и обуздало, и научило терпению, какого и простой человек не показывал!» «Истинно велик Бог христианский!» «Из людей Он делает ангелов и ставит их выше всякой естественной необходимости!» «Не бойся того напрасного страха и не внимай тем, которые говорят, будто прочие города будут хуже и окажут еще более неуважение, если этот не будет наказан!» «Конечно, этого надлежало бы опасаться, когда бы ты не был в состоянии наказать, и сделавшие это имели силы более твоего, или были тебе равносильны!» «Но когда они, пораженные ужасом, умирают от страха, когда в лице твоем, моем прибегли к стопам твоим и всякий день ничего другого не ожидает, кроме погибели, когда творят общую молитву, взирая на небо и прося Бога, да приидет и ходатайствует вместе с нами, когда каждый распорядился уже о делах своих, как бы находясь в предпоследнем издыхании, не излишне ли такое опасение?» «Они и тогда, когда мы бы обречены были на смерть, не страдали бы так, как страдают теперь, проводя столько дней в страхе и трепете, и по наступлении вечера не надеясь увидеть зарю, а с появлением дня нечая дожить до вечера. Многие даже сделали добычу из зверей, когда убежали в пустыню и переселились в места непроходимые. Не только мужчины, но и малые дети, благородные и прекрасные жены в продолжении многих ночей и дней скрываются в пещерах, пропастях и оврагах пустынных. Нового рода плен постиг наш город. Дома и стены целы, а жители бедствуют хуже погоревших городов. Нет ни одного варвара, ни вида, ни приятеля, а ни несчастнее пленников. И движение одного листа всех их пугает каждодневно. Это все знают. И не столько вразумились бы, если бы увидели город разрушенным, сколько вразумляется теперь, слыша об этом несчастье его. И так не думай, будто прочие города будут хуже. Нет, если бы ты разрушил другие города, и тогда не вразумил бы их так, как ныне, когда смутным ожиданием будущего наказал ты их жесточе всякой казни. Не протягивай же доли их несчастной несчастье, но дай им, наконец, вздохнуть. Наказать виновных и взыскать за простудки, конечно, легко и удобно. Но пощадить оскорбивших и дать прощение провинившимся в непростительном деле, это возможно разве для одного, двух, и особенно, когда оскорбленным будет царь. Затем покорить себе страхом легко, но сделать всех друзьями и заставить полюбить твое царствование, и высылать не только всем общие, но и каждому свои особенные молитвы о твоем правлении. Это дело трудное. Пусть кто истратит тысячи денег, пусть звенит тысячи войск, пусть сделает что угодно. Нелегко будет ему привлечь к себе расположение такого множества людей, а для тебя теперь это будет легко и удобно. Сколько стоило бы тебе денег, сколько стоило бы трудов приобрести в краткое мгновение времени всю Вселенную и заставить всех людей, как нынешних, так и будущих, просить у Бога и твоей главе всего, чего только просят они детям своим. Если же так от людей, подумай, какую награду получишь от Бога, не только за то, что теперь делается, но и за то, что впоследствии будет сделано другими. Если когда случится подобное нынешнему происшествие, чего не дай Бог, и некоторые из оскорбленных замыслят отомстить оскорбившим, твоя кротость и терпение будут им вместо всякого наставления и увещания. И стыдно, и совестно им будет, имея такой образец любомудрия, показаться худшими. Так будешь ты учителем всех потомков, и хотя бы они дошли до той же высоты, любомудрия, однако ты будешь иметь над ними преимущество, потому что не все равно, самому ли первому показать такую кротость, или смотря на других, подражать их делам. Поэтому, какое бы ни показали последующие за тобой цари, человеколюбие и кротость, вместе с ними получишь награду и ты. Кто дал корень, тот будет виновником и плодов. Поэтому с тобой никто не может разделить теперь награду за человеколюбие. Оно, собственно, твое только дело. А ты со всеми, кто только впоследствии явится подобным тебе, можешь одинаково участвовать в добром деле и получить такую же долю, какую наставники в учениках. А если никого не будет такого, опять твоя слава и честь возрастать будут с каждым поколением. Подумай, каково это. Услышат все потомки, что когда столь великий город подпал наказание и месть, и когда трепетали и устрашились все и начальники, и градоправители, и судьи, и не смели подать голоса за несчастных, предстал один ходатай Божий, обличенный священством, и одним видом простой беседы преклонил державного, и чего этот не давал никому из подданных, то из уважения к законам Божиим дал одному старцу. Ведь и этим самым город немало почтил тебя, государь, что послал меня ходатайствовать по этому делу. Они произнесли о тебе самое лучшее и прекрасное суждение, что тогда, как всякое начальство под тобою, ты оказываешь предпочтение священникам Божиим, как бы ни были они незначительны. Впрочем, не от них только иду теперь, но еще прежде, чем от них, от общего владыки ангелов послан я сказать кратчайшей и снисходительнейшей душе твоей. Вот что. Матфея 6.14 Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Итак, вспомни о том дне, в который все мы дадим отчет в делах своих. Подумай, что если и ты согрешил в чем, то можешь загладить все согрешение этим приговором и решением без трудов, без усилий. Так другие ходатайи приносят золото, серебро и другие подобные дары, а я пришел к твоему царскому величеству с священными законами и представляю их вместо всяких даров и молю тебя поступить подобно владыке твоему, который, хотя каждодневно бывает нами, оскорбляем, не пристает, однако, сообщать всем дары свои. Не посрами же наших надежд и обещаний не сделай тщетными. Скажи, выскажу тебе, между прочим, и то, что если решишься помиловать город, оказать ему прежнее благоволение и оставить праведный этот гнев, я возвращусь с великим дерзновением. Если же отринешь город от сердца твоего, не только не возвращусь в него и не увижу земли его, но однажды навсегда отрекусь от него и запишусь в другой город. Нет, никогда не припишусь к тому городу, с которым ты, человеколюбивейший и кратчайший из всех людей, не хочешь примириться и войти в общение. 245. Сказав это еще больше этого, святитель так тронул царя, что произошло то же, что некогда случилось с Иосифом. Как этот, тогда увидев братьев, хотел бы плакать, но скрывал скорбь, чтобы не изменить притворство. Так и царь плакал в душе, но не показывал этого из-за бывших тут. Однако, наконец, он не мог скрыть чувства и против воли обнаружил его. После этой речи уже не нужно было ему друг других слов, а только одно произнесло слово, которое украсило его гораздо более ядема. Что же это за слово? Что удивительно великого сказало, если перестанем гневаться на оскорбивших, на людей? Мы люди же, когда владыка вселенной, пришедший на землю и ради нас, сделавшись рабом и будучи растет, облагодетельствованными им, молил отца о распявших его, отпусти им, ибо, прости, не знают, что делают. Так что удивительного, если мы простим подобным нам рабам? А что эти слова были не лицемерны, это доказали все события, а не меньше их, и то, о чем намереваюсь теперь сказать. Когда святитель сам хотел совершить там, в Константинополе, вместе с царем настоящий праздник, царь насильно заставил и ускорить отбытием и поспешить и явиться гражданам Антиохии. Зная, сказал он, что теперь души их метутся, и много еще следов несчастья, иди, утешь. Когда увидит кормчивым, то и не вспомнит о миновавшей буре, но совсем изгладит и самую память о бедствиях. Когда же святитель стал просить настоятельно, чтобы царь послал сына своего, он желая показать ясно, что совершенно ислебил в душе весь гнев, молитий сказал, чтобы устранились эти препятствия, чтобы утихли эти войны, непременно я сам приду. Что может быть добрее этой души? Пусть устыдятся наконец язычники, или лучше не устыдятся, но пусть вразумятся, оставят свое заблуждение, обратятся к силе христианства, узнав от царя и от святителя наше христианское любомудрие. Боголюбивейший царь не остановился тогда и на этом, после того, как святитель уже и выбыл из города столичного и переплыл море, конечно, Босфор, которым отделяется европейский берег, где стоит Константинополь, от азиатского. Царь послал туда некоторых справиться и понаблюсти, чтобы тот не тратил времени и не отнимал наполовину радости у города Антиокии, проводя праздник в другом месте. Какой кроткий отец показал бы такую заботливость обоскорбивших его? Скажу еще нечто по хвалу этого праведного епископа. Совершив такое дело, он не поспешил, как сделал бы всякий другой славолюбец, сам принести грамоту, которую прекращалось наше бедствие, но как сам он шел довольно медленно, то упросил одного из искусных в верховой езде опередить его и принести городу добрые вести, чтобы от медлительности его путешествия не продлилось уныние. Единственным желанием было у него не то, чтобы самому принести эти счастливые весьма радостные вести, но чтобы скорее успокоилось отечество наше. Итак, что тогда сделали вы, украсив площадь венками, зажегши светильники, разослав перед мастерскими ковры, и как когда-то торжествовали, как будто бы город родился вновь, тоже делайте во всякое время так и иначе, украшаясь не венками из цветов, но добродетелью, возжигая в душе свой свет добрых дел, радуясь духовной радостью. Никогда не перестанем и благодарить Бога за все это и изъявлять перед Ним великую признательность не только за то, что прекратил бедствие, но и за то, что попустил их. Через то и другое Он проставил наш город. Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду Яиль 1.3, чтобы все, кто не будет жить до скончания века, познав человеколюбие Божие, проявившееся на городе и ублажали нас, получивших такую милость, и делились нашему владыке, восстановившему так падший город, да и сами получили бы пользу, всеми этими событиями побуждаясь к благочестию. Повествование о случившемся с нами может приносить весьма великую пользу не только нам, если будем всегда о том помнить, но и нашим потомкам, размышляя во всем этом, будем всегда не только при прекращении бедствий, но и при попущении их благодарить человеколюбивого Бога, узнав из Божественных Писаний и случившегося с нами, что Он всегда устрояет все ко благу нашему с подобающим Ему человеколюбием, которым постоянно пользуясь, да получим мы и Царство Небесное через Господа нашего Иисуса Христа, коему слава и держава во веки веков. Аминь.